Привезли гуманитарную помощь и высказали слова поддержки от жителей Чувашии нашим бойцам, которые находятся на специальной военной операции. Наши коллеги, съемочная группа Новочебоксарского телевидения съездили в Луганскую Народную Республику и подготовили для нас специальный репортаж. 20-й месяц проведения специальной военной операции. Луганская Народная Республика. Очередная поездка волонтерского движения за своих 21 из города Новочебоксарск. По запросу отдельной разведывательной снайперской группы бойцам повезли два полных автомобиля всего необходимого. Мы привезли ребятам спецсредства. Это ночной прицел, тепловизор, глушители на АК-74 и СВД, рации, пауэрбанки, медикаменты, маскировочные сети, костюмы леший, непромокаемые костюмы. Сухой армейский душ и окопные свечи. На средства благотворителей в прошлую поездку для бойцов отдельной разведывательной снайперской группы привезли автомобиль. Сейчас мобильную походную баню, мотовездеход и квадроцикл. Отдельная разведывательная снайперская группа определяет вероятные подходы к опорным пунктам, подавляет огневые точки и пулеметные расчеты противника, обеспечивая подход нашей группы к объекту. Также выполняет отдельные задачи по ликвидации командующего состава ВСУ, делает вылазки, устанавливает координаты противника, координирует огонь нашей авиации и артиллерии. Работают кассеты, по нам птички летают, камикадзе. Наши тоже ребята работают, танки работают, артиллерия работает. Вот недавно прилеты были слышны. Боец с позывным «Мороз» с Новочебоксарска воюет уже второй год. Пока СВО не закончится победой, говорит, никуда отсюда не уедет. Находимся на первой линии. Буквально в той стороне метров 700 уже укронацисты стоят. Передаю привет всем, всем, кто меня знает, всему городу Новочебоксарску. Огромный привет. Победа будет за нами. Необходимые маскировочные сети получили и танкисты. Командир роты с позывным «Темный», награжденный Орденом Мужества, показывает своего надежного железного друга. Это танк, маркировка Т-80, обновленный, бывая, модернизированный. Ознащен тепловизором, как у командира, так и у наводчика. Танк хороший, быстрый. Ту-тфу, не ломался. Раньше на этих танках были крыши из металла. Сейчас же, когда враг все чаще применяет дроны камикадзе, спасает маскировочная сеть. Поэтому маск-сети здесь особенно нужны. Их никогда не бывает много. Музыка. 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 Свои именные посылки получили наши ребята из других направлений. Благодарность всем неравнодушным людям Чувашской республики, кто оказывает непосильную помощь для нашего ратного труда. Победа будет за нами. Привет хочу передать всего Новоюжного района. Нам также удалось пообщаться и с мирными жителями одного из прифронтовых городов, освобожденных этим летом. Обстреливали город полностью. Школу, детсадик, одну, вторую, третью школу, школу-интернат разбыли. Люди не знали, куда деваться. А русские все нормально. Пришли, сейчас вот самолеты летают. Сегодня летала. Бачок. Мы спокойно ведем себя, потому что знаем, что он по нас стрелять не будет. Елена Фирсова, Александр Тихомиров. Специально для Национального телевидения из Луганской Народной Республики.